друзья здравствуйте все пренепременно я хожу проверяю побеги на розах вот жасмина я думала что побег не успеет вызреть но нет даже даже зацветет кисточка ну есть и такие еще красненькие не видно не видно видите хожу осматриваю розарий поправляю здесь колючки такие что и подвязывать не надо но это пьер даронсар а это жасмина вот так она сейчас выглядит первогодки и перчик первогодка смотрите сколько побегов есть больные листики но это это листики у нас вот она красота пиано рэд пиано пинг пиано это не страшно я сейчас уберу их всех вот красавчик пытается зацвести вроде бы у нас солнышко но еще не хватает тепла пьер продолжает нарастать побеги тянутся закручиваются высвободить вот так вот я вся в предвкушении весны а пойдемте я вам кое-что покажу о кстати вот побег пин пиано нечаянно я сломала и вот даже можно проверить насколько быстро он вызревает учитывая что у нас еще хорошая погода нифига он не вызревает не так уж это все и быстро хотя обломала я его уже недели две как назад а вот еще видите базальник да хорошо что у нас тепло но растение это продолжает все равно и побеги выпускать и почечки вот видите тоже что бывает если обрежешь розу ну не на всех опять же вот видите здесь тоже давно срезала побег но в вазочку цветочек он не пустил новеньких это чайно-гибридная роза неизвестная мне но красивая шикарная листва сейчас такая прям бронзовая ой какая же там бронзовая господи совсем уже словах путаюсь ладно собственно пойдемте я вам кое-что покажу блю эден девушка которая назвала мне название этой розы я думала что это рапсодиан блю откликнетесь вам особенная благодарность это чудесная роза спасибо что подсказали ее название красавица красавица да розочки кое-какие еще цветут но мало кто цветет некоторые просто не успевают не закладывают цветочные почки но это и хорошо у нас здесь в начале участка где начинается огород здесь вот были сложены дрова ну дрова для шашлычка скажем и сегодня большую работу сынок мой проделал вместе с дедушкой кстати видите веник кто знает почему его нужно ставить метелкой вверх кто в приметы верит ответите вот в общем отсюда мы перенесли верни сын перенес дровишки в конец огорода сейчас покажу как там удобненько уютно сделано так ну здесь напоминаю здесь у меня роза посажена опять же пока еще не видно что это клумба будет здесь клумба это от собаки загородили так здесь майнтауэр господи майнтауэр в такой яркий огонечек хочу в этот угол сделаю здесь клумбочку такую длинненькую от вистерии будет тень а здесь вот это вот все естественно я уберу пока собака у меня тут бегает знаете как они любят метить вот здесь алхимист будет клумба так идем дальше сынок у меня сегодня учился работать болгаркой ему 15 лет но болгарку он только сегодня впервые взял в руки я как-то показывал в своем ролике электрическая такая штучка ну специально бензиновую не брали бензиновая она дороже но и тяжелее неудобно работать бензиновая у нас есть видите столбы папа поставил провел электричество здесь вдоль огорода который у нас 50 метров в длину здесь будет свет фонари скажем так будут и розеточка а не знаю для болгарки для полива вот смотрите конец огорода вот такой вот у нас участок здесь когда-то вот здесь вот пол огорода здесь когда-то протекала давно-давно русло реки река у нас лоба есть такая и видите вот допустим деревья у соседей посмотрим других соседей там тоже какие-то заросли ну а мы решили облагородить этот участок посадили малину столбы тоже видите это все из бэушных так скажем запчастей вот проволоку продели просверлили ну а что завязывать ее неудобно ну некоторые вот складируют мусор у себя видите еще камыши чем этот участок сложный тем что камыши растут камни вылазят откуда-то вот так вот смотрите если не мульчировать растрескивается земля у нас здесь у меня все с конской подстилкой заделано перекопано а вот это хотите посмеяться вот этот вот шиповник сейчас от мусора отвернусь чтоб вид не портить соседские вот этот шиповник я посадила его выписала как шиповник бесшипный просто для того чтобы у меня были ягоды для чая именно шиповник чтоб не сильно разрастался именно колючки чтоб не мешали проходить но видите какой он у нас бесшипный он безумно колючий с тонкими побегами но решили его все таки не убирать не выбрасывать ягодок много он дает видите сколько поэтому шиповник бесшипный он у нас будет дальше тут жить существовать из всего берем пользочку такие махонькие ягодки конечно для прививки он не пойдет но все таки он способен выдавать вот видите какой побег толстый можно даже ой цепляется и попробовать ну нет не буду окулировку никакую пробовать штамбовые розы не хочу пробовать на нем поэтому взяла другой сорт а показать я вам хотела так смотрите сколько было найдено здесь в зарослях проволоки ох тоже пойдет все в дело вот такой участок бетонная стена метра три на высоту и вот сюда мы перенесли дрова освободили там немножко облагородили сделал папа вот такой навесик я показывала сложили дровишки здесь же можно и устроить пикничок небольшой такой здесь фруктовые деревья растут дрова были взяты со старых деревьев которые заросли мы их немножко привели в порядок здесь растет вот такой молодой фундук кстати очень крупный сорт вот и я думаю что допустим вот там я могу розами закрыть непристойный вид захламленного уголка соседского посадив розы плетистые рамблеры они очень хорошо закрывают можно вот здесь задекорировать стену девичьим виноградом он ведь как агрессор вы знаете очень сильно разрастается это видите такой угол смотрите вот там сейчас покажу наверху если видно у нас за этим забором было предприятие а уже даже камеру сняли была камера она была не рабочая вот предприятие было где делали ну довольно таки известное галан печенье мороженое вафли не знаю здесь мы сжигаем мусор видите зола ну как мусор не мусор а мелкие веточки палочки то есть вот эту стену хочу задекорировать вот так до угла здесь очень много места не знаю видно ли на камеру а за стеной получается вот такой вид здесь асфальт уже зарос травой на камере как-то темновато у нас сегодня погода это совершенно не солнечное видите как темно вот-вот дождь пойдет хотя сейчас время обеденное так вот я хочу здесь облагородить озеленить и даже не собираюсь ставить беседку мне уже надоели эти беседки везде эти беседки а я хочу сделать здесь вот такой уголок чтобы он был зеленый зеленая стена там розы на угол тоже можно розу посадить сделать в большом таком кустодержателе пусть она заплетает зарастает рамблер как хочет вот поставить здесь мощную качелю чтобы мои родители могли тоже отдыхать не только дети мангал у нас есть во дворе но здесь можно сделать такой знаете лесной мангальчик много лет уже нам говорят еще бабушка моя здесь жила говорят что этот участок могут отобрать то есть вот там за стеной что я вам показывала собирались строить комплекс пятиэтажный но грунт не позволяет здесь выстраивать вот эти деревья и по сути наш участок он как приватизированный вот по эти деревья это у меня растет персик белый лебедь два миндальных дерева тоже разного сорта и то есть в любой момент нам могут сказать мы у вас забираем этот участок но знаете вот эти вот предупреждения угрозы они еще с тех пор как я родилась и вот люди которые разрабатывают свои огороды практически не пользуются этими участками то есть которые идут уже за туда ближе к забору и вот получается они вот таким образом захламляют свой участок сбрасывают мусор ну высаживают фруктовые деревья особого ухода я не заметила вот что и обидно бывает сколько бабушка здесь лет прожила с дедушкой мы здесь уже получается третий год пошел и мы все наводим в порядке и мы пользуемся этим участком вот вот и никто не отбирает то есть можно жить и делать для себя красоту и не только для себя и чтобы было приятно выйти вот знаете мне в огород приятно выйти это не просто то место где можно пахать пахать упахиваться а можно действительно прогуляться молодые деревья у меня есть но они растут быстро это кажется что яблоня допустим там будет плодоносить на третий год нет на второй год у меня на маленькой яблоньке были два яблочка на маленькой вишне мы ее уже попробовали тоже были ягоды там у меня желтая черешня там у меня красная черешня в общем я хочу что этим сказать что друзья не надо думать что вот это не мое и пусть там вот всякий мусор пусть там все зарастает растут камыши да я понимаю некоторым людям физически тяжело пожилым людям приводить в порядок свои участки какую-то прилегающую территорию ну если так думать что ну я имею ввиду что да пожилым людям тяжело физически но здесь же вокруг нас молодые понимаете вот такое у меня небольшое не то чтобы осуждение а непонимание все схлам выбрасывать хлам свой ну если это не ваш участок вы не хотите его приводить в порядок вы не считаете его своим так ну не сажайте там деревья фруктовые и не мусорьте так ведь вот допустим видите вот это вот пленка знаете что это было это была теплица девушка в прошлом году наняла людей построила тепличку себе ну толком огородом не занимается но поскольку мы стали обрабатывать огород приводить его в порядок и она решила тоже ну как так скажем понтануться то есть ее работа была не от души и столько было снега выпало мокрый снег у нас же теплеет и снова снег и снова снег и снова снег весь месяц снег пролежал и эта теплица просто согнулась завалилась так она и не убрала это все я кстати черенки свои смотрела ну этот рядок они все укорененные мы это уже видели вот смотрите зизифус уже салатового цвета уже облетает уже все листики проверила черенки свои видите я еще не утеплила я вот эту вот часть вот с торцов я с той стороны с этой забью пленочкой здесь все дышит единственное что я кстати проверила они все нормально выглядят не стала их тревожить вот в том дальнем проверила корешочки уже тоже надо будет утеплить вот смотрите а кто у нас здесь эй что прячешься да Кась вот так хозяин ходит здесь Касик ах ты мордочка мордочка гуляет у нас сегодня похолодало вчера я вам показывала какая чудесная у нас погода солнышко сегодня прям холодно я так оделась барашка гляньте уперся ладно Кась пойдем ой я тут пролазила под деревьями ну в общем так я вам показала свою мысль высказала вот так в общем покажу участок скоро буду делать череночки на инжир вот такие тонкие ветки использую вот видите какие вот это вот все вот еще вот он вот он какой вкусный инжир да Кась на этом я оборвала листья он уже не вызрит это крымский черный должен быть но он абсолютно твердый не вызревший не успевает этот сорт в этом году ну и побеги то этого года если бы они сохранились прошлого года побеги инжира он бы успел вызреть ну и здесь уберу листья знаете они легко убираются видите сколько ягод еще ну что поделаешь вот эти сорта вот эти они вызревают вот эти видите уже вянут вот так вот все поубираю листики я убираю листья на компост лишний раз знаете не хочется жечь какой инжирчик здорово ну все готовимся мы к зиме тоже и вот инжиры о надо собрать их смотрите какой он сладкий сладкий сейчас такой знаете подвяленый как в магазине вот сухой инжир кто-то может покупал пробовал вот он сейчас такой же о ох какая красота spirit of freedom дух свободы такие тяжеленькие красивый пахнет ой тут еще кисточка одна сейчас покажу уже давно висят давно цветочки выдержали друзья я поделилась с вами своей идеей до новых встреч увидимся пренепременно здоровья вам хорошего настроения и чтоб на вашем пути попадались только добрые отзывчивые люди